Убийственное солнце этим летом. Я вижу только большие тёмные тени на площади, слышу стук шаров и чувствую комок в горле. Я говорю, а как оно выглядит, это пианино? Он говорит, не глядя на меня. Легко представить, после того, как на него вылилось столько дряни. Я спрашиваю, а там спереди есть золотая буква «М»? Тут уже он смотрит на меня. Откуда ты знаешь? Я молчу. Он говорит, чтобы пояснить. Она называется Монтечаря. Каждое слово отдаётся у меня в голове очень отчётливо. Чёрные тени на залитой солнцем площади, красные холмы далеко на горизонте. Всё сходится. Я говорю, а когда умер твой отец? Он говорит, мне было пять лет. Сейчас ему семнадцать. Выходит, он умер в 1964. Считаю я быстрее всех на свете. Это плюс моя задница. Всё, чем наделил меня Господь. Я встаю, медленно бросаю камешки обратно на землю, один за другим, чтобы что-то делать. Говорю, хотя горло перехватило. А ему было сколько, когда он умер? И этот сукин сын своего подлого мерзавца-отца отвечает. Сорок девять. Даже пятидесяти ещё не было. А я говорю себе. Вот так. Ты не поверишь, бедная моя Элиана. Но всё именно так. Я отворачиваюсь, чтобы он не видел моего лица. Не знаю, как я смогла устоять на ногах. Мэр, мсье Рака, оказался очень славным человеком. Он мне сильно помог, когда я через два года получала гражданство. Он мне сказал. Видимо, Девинь не хочет признать себя отцом ребёнка. Тогда вы должны подтвердить мне это. И ответила. Девинь не отец. Мсье Рака густо покраснел. Он не осмелился спросить меня, чей же это ребёнок, и долго кусал губы, не глядя на меня. Я сказала. Я не знаю, кто её отец. Он опустил голову и внёс Элиану в книгу актов гражданского состояния. Я сама дала ей все эти имена. Мануэлла, потому что так звали мою мать. Хёрта в честь кузины. А почему Элиана... Не знаю. Мне очень понравилось имя. И нравится до сих пор. Мэр, мсье Рака, сказал, Девинь — ничтожество. И ответила. Нет. Просто он не отец. И этим всё сказано. Через минуту возвращается Эль. Я сразу же вижу, что она не такая, как три или четыре часа назад. Глаза большие, не накрашены. Она грустная, а может, ещё хуже. Моет руки над Раквиной, на меня не смотрит. Я спрашиваю. Получила свою метрику? Покажешь мне? Она быстро отвечает какой-то грубостью. Я не понимаю, но точно знаю, что это грубость. А потом смотрит на меня, поводит плечом, достаёт листок бумаги из кармана своей красной куртки и протягивает мне. Это метрика, выданная мэрией Брюске-Арама. Она родилась 10 июля 1956 года. Через несколько дней ей исполнится 20. Её зовут Элиана Мануэла Хёрта-Вик. Родилась у Паулы Мануэлы Вик гражданки Франции. Отец неизвестен. Я сидел за столом, положив руки на колени. Мне хотелось подумать, но не получалось. Я даже не понимал, о чём именно я должен думать. Какое отношение к этой истории 20-летней давности имеют пианино мой отец и та зима? Я чувствовал себя опустошённым и словно заледеневшим внутри. Мать положила передо мной листок бумаги. Квитанция, о которой она говорила. Я увидел в ней фамилии Феральда Ля Балека и моего отца. Дата наверху 19 ноября 1955 года. Отец расписался внизу. 21-е. Я посмотрел на мать и на каньяту. Я сказал, не понимаю, почему она интересовалась этим водителем грузовика. Она ведь тогда ещё не родилась. И хотя я говорил почти беззвучно, словно самому себе, каньята поняла. Она сказала, «Ноябрь 1955-го — это за 8 месяцев до её рождения, а родилась она от неизвестного отца. Ты просто глупец, если не понимаешь, почему она собирала сведения об этом водителе грузовика». И она уселась поудобнее в своём кресле, уставившись в пол. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ